Здравствуйте, меня зовут Юна Ким, я контент-директор Эпик Севен. Для меня большая честь и радость говорить сегодня с вами, празднуя первое киберспортивное событие по Эпик Севен, чемпионат мира по Эпик Севен. Мы, разработчики, приложим все усилия, чтобы предоставить стабильный и интересный сервис для всех игроков и надеемся, что в будущем в чемпионатах будет соревноваться больше и больше участников. Также мы хотели бы извиниться за неудобства, возникшие в начале турнира. Мы приложим все усилия, чтобы финалы получились на высшем уровне. Также мы хотели бы поблагодарить всех игроков, принявших участие в соревновании. Сегодня мы расскажем о новом контенте, который мы готовим для Эпик Севен. Нам поступает очень много вопросов о поддержке для новичков. Мы очень благодарны игрокам, которые продолжают поддерживать Эпик Севен. Сейчас мы расскажем о нововведениях, которые ждут игроков в ближайшее время, вместе с финалами чемпионата, которые пройдут в последнюю неделю мая. С момента запуска игры прошло почти три года. Сейчас у нас есть больше потрясающих героев, чем было когда-либо раньше. Тем не менее, некоторые игроки могут испытывать трудности с тем, чтобы прокачать их. В прошлом мы уже добавили много способов облегчить эту задачу. Например, животные помощники с автоповтором боев, путь приключенца, групповое возвышение персонажей. Но чтобы и дальше отвечать запросам игроков, мы считаем необходимым уменьшить сложность получения и прокачки героев в целом. Чтобы облегчить получение желаемых героев и упростить прокачку, мы планируем добавить новый контент. Мы надеемся, что это позволит новым игрокам легче погрузиться в игру, а ветеранам быстрее и лучше развивать новых персонажей. Для начала мы бы хотели поговорить об улучшениях выборочного призыва. Многие игроки хотят начать игру с героем, который им нравится, но поскольку выборочный призыв случайен, это может рассматриваться как препятствие. Потому мы планируем сделать гарантированный призыв 5-звездного персонажа на ваш первый, десятый, двадцатый и тридцатый призыв. Также мы добавим возможность сохранять ваш результат призыва и впоследствии выбрать понравившийся результат, когда выборочный призыв закончится. На экране выборочных призывов можно будет посмотреть рейтинг персонажей, что поможет новичкам определиться с выбором. Также после прохождения третьего эпизода будет второй сезон выборочных призывов с расширенным списком героев, но это будет добавлено в более позднем обновлении. Всем игрокам будет предложен Moonlight Connection. Он откроется после прохождения первого эпизода уровень «Подземные ворота светильща». Игроки смогут выбрать одного ML5 героя из шестерых Арбитр Вилдред, Мастер Боевых Искусств Кен, Темный Корвус, Руэль, Спектр Тенебрия, Судья Кисе. Выбранный герой не может быть использован в РТА и защитной команде арены. Некоторые функции роста будут недоступны. Это все можно будет открыть, выполняя определенные миссии. После выполнения миссии герой будет полностью призван, и его можно будет использовать в любом контенте. Если вы выберете Moonlight Connection с героем, который у вас уже есть, вы получите 10 галактических монет после прохождения всех миссий. В ходе чемпионата мы видели отличные бои с участием Арбитра Вилдреда, Спектр Тенебрии и других Moonlight Героев. Благодаря Moonlight Connection игрокам будет проще получить этих героев. Далее, про улучшение призывов. Connections. Герои, которых можно получить через связи, Алекса, Фуриус, Ларина, Монтмаранси. Эти герои очень полезны для новых игроков, но из-за сложности некоторых миссий было непросто получить этих героев, когда они были нужны. Мы изменили сложность получения этих героев. Также в Connections мы добавим Ангелику, сильного ПВЕ героя. Некоторые герои будут помечены как рекомендованные, чтобы помочь новым игрокам. Некоторые трехзвездные герои улучшаются при помощи изменения специальности. Сейчас для того, чтобы начать квест на смену специальности, необходимо прокачать героя до 50 уровня, что может быть непросто для новых игроков. Мы уменьшим необходимый уровень до 30. Смена специальностей откроется после прохождения первого эпизода. После обновления, когда вы зайдете на новый экран смены специальностей, вы получите популярного героя Квури, которая может быть улучшена до Фалконир Квури через смену специальностей. После завершения первой смены специальности, вы получите руны, чтобы начать прокачку дерева умений. Улучшение прокачки. Мы упростим получение и использование пингвинов. Пингвины будут группироваться по элементам и не будут занимать место в инвентаре героев. Они будут помещены в обычный инвентарь, как чармы. Количество пингвинов в инвентаре будет неограниченным. Их можно будет легко продать прямо из инвентаря. Чтобы игроки могли чаще пользоваться пингвинами, их будет проще получить. Мы введем улучшения, чтобы регулировать сложность фарма. Даже если у вас есть герои-фармер, как только качаемые персонажи достигнут максимального уровня, их надо будет менять на других. После обновления игроки смогут играть основной и побочный сюжет, используя героев максимального уровня. А весь полученный сверх этого опыт будет накоплен для выращивания пингвинов. С этим изменением не нужно будет постоянно менять двухзвездных героев в команде. Можно будет просто получать пингвинов и качать ими других персонажей, и быстрее проходить сюжет, используя только сильнейших героев. Чтобы облегчить прокачку, мы добавили зелье возвышения. С помощью него можно моментально возвысить героя до шести звезд. Количество мест, где можно получить эти зелья, будет ограничено. Игрок получит одно зелье за завершение пути приключенца. Если вы уже завершили путь приключенца, вы получите зелье по игровой почте. Некоторый контент будет изменен для того, чтобы помочь игроку на разных стадиях развития. Животные спутники станут доступны на более низком ранге, чтобы игроки смогли раньше начать использовать автоповтор. После достижения определенного ранга, игрок получит дополнительные билеты в Эбис и Компасы Лабиринта. Награды за этажи Эбиса 40 и ниже будут увеличены. Будут добавлены экипировкой Чармы. Все новые награды за ранг поступят на почту тем игрокам, кто уже достиг этого ранга. Требования, чтобы открыть сайт Стори, будут изменены, а награды улучшены. Сейчас сайт Стори открываются, когда игрок достигает ранга 9. Однако игроки на таком ранге могут столкнуться с трудностями, пытаясь пройти сайт Стори. Потому сайт Стори теперь будут открыты только после прохождения первого эпизода. Всем игрокам откроется новая сайт Стори Алексы, дорогой наставник. Она будет своеобразным обучением тому, как работают сайт Стори. Также значительно улучшатся награды за сайт Стори. Для того, чтобы пройти их, будет требоваться на 25% меньше энергии. Малагора Челлендж и Гоблин Челлендж будут добавлены ко всем сайт Стори. Предметы на дружбу, которые впервые появились на прошедшее Рождество, будут добавлены в магазин Сайт Стори. Цвет фонаря совпадает с цветом элемента героя, для которого эта история. На уровнях будет больше падать чармов и меньше низкоуровневой экипировки. Мы ожидаем, что это упростит получение чармов и поможет с проблемой забитого инвентаря. Также к наградам мы добавим коробки с редкими и эпическими каталистами. И увеличим количество получаемого золота. Также добавим функцию «Получить все». Общая сложность сайт Стори будет увеличена. Легкая сложность будет сложнее, чем нормальная сейчас. Адская сложность будет заметно сложнее. Потому главный герой сайт Стори получит более сильные бафы. НПС будут 60 уровня с полностью побужденными звездами и плюс 15 умениями. Это позволит увидеть полный потенциал героев. Помимо этого будут и другие изменения. Если вы не пройдете уровень, вам будет предложен гайд с полезной информацией. Появится возможность переходить в магазин каталистов после выбора конкретного каталиста. И так далее. Мы продолжим прикладывать все усилия, чтобы вы могли наслаждаться игрой. Теперь немного об изменениях, подготовленных ко дню основания Эзеры. Появится новый тип сайт Стори. Адвент. В адвентах 9 героев поделятся на 3 команды по 3 персонажа. Вы встретите босса, который будет становиться сильнее с каждой фазой боя. Каждая команда будет сражаться в свою фазу. Разные элементы получат бафы на разных стадиях. Потому, чтобы победить, нужно будет иметь хороший выбор героев. Адвенты будут доступны после прохождения эпизода 2. Чтобы лучше подготовиться, игрокам будет предложен недельный подготовительный период, как в зале испытаний. В награду дают камни смены сабстатов на выбор. Также будут доступны редкие эксклюзивные награды, которые нельзя получить за обычные сайт Стори. Также мы рассматриваем возможность добавить конверсию и крафт камней смены сабстатов, используя ненужные камни. Подробнее об этом будет объявлено дополнительно. Ожидайте добавления адвентов этим летом. Надеюсь, вам понравится. И наконец, одно из самых больших обновлений на 2021 год. ПВЕ-контент для гильдий «Древнее наследие». В изолированной области руин Шандра были обнаружены врата в затерянное измерение. Исследователь цепи и воспоминаний Хуч просят вашу гильдию о помощи в расследовании. Члены гильдии отправятся в руины, покрытые туманом. Чтобы добраться до самых затаенных частей, необходимо будет объединиться с товарищами и работать вместе. Чем больше участников помогут в расследовании, тем успешнее оно будет. Это позволит получить богатые награды и внести свои имена в таблицу великих достижений. Все это будет добавлено позже. Для исследований руин потребуются различные роли. Охотник за сокровищами, следопыт и другие. Поэтому даже игроки невысокого уровня смогут помочь своей гильдии в этом приключении. Мы надеемся, что «Древнее наследие» позволит участникам гильдии установить все линии связи друг с другом. Релиз этого обновления мы планируем на третью годовщину. Ждите подробностей в официальных трансляциях. Расписание крупных дополнений 2021 года. Просим отнестись с пониманием к возможным изменениям. Второй квартал, включая обновления 27 мая. NoLight Connection. Улучшение призыва и прокачки. Улучшение сайт-сторий. Изменение баланса и экипировки. Третий квартал. Адвенты. Летняя сайт-сторий. Герои. Автоматон уровень 5. Эбис уровень 120. Четвертый квартал. Эпизод 4. Экспедиции уровня 4. Новый светлый босс экспедиций. Улучшение уровня хранителей. Арки и компания. Следите за информацией на официальном форме. Спасибо за вашу любовь и поддержку. И мы обещаем стараться изо всех сил для вас. Новый светлый босс экспедиций. Ни-Ос. Ни-Ос. Субтитры сделал DimaTorzok It's in my hands May the cruel yoke of destiny be lifted when night falls